Всем привет! Вы снова на канале DevRepublic, и мы продолжаем записывать нашу серию подкастов для тех, кто хочет начать свою карьеру в IT, но все еще не определился со сферой деятельности. И надеемся, что наши коротенькие подкасты помогут вам все-таки определиться, выбрать правильную сферу и не тратить время зря на изучение чего-то, что вам в дальнейшем не понравится, не понадобится или еще чего хуже. Сегодня мы поговорим о таком языке программирования, как Python, и в этом мне поможет сегодняшний мой гость Андрей Янов, который, я надеюсь, расскажет о себе гораздо больше, чем я. Андрей, тебе слово. Спасибо большое, что присоединился. Привет. Меня зовут Андрей Янов. Я занимаюсь программированием, коммерческим программированием приблизительно с 2003 года. Моя карьера начиналась с языка C++, которому я посвятил, наверное, чуть меньше 10 лет, и потом был переход на Python плюс-минус с 2012 года. Скажи, почему перешел на Python? Что тебя толкнуло? Что это вообще такое? Какие задачи он помогает выполнять? Если вы будете знакомиться с языками программирования, то вы заметите, что они в чем-то отличаются. Отличаются в синтаксисе, отличаются в возможностях, в сферах применения и так далее и тому подобное. Какие-то языки проще для изучения, какие-то сложнее, какие-то языки используются для программирования железа, какие-то для веб и так далее и тому подобное. И мой основной аргумент чисто для меня, когда я переходил с C++ на Python, было то, что на Python можно написать вещи в пару строк, которые на C++ займут полустраниц. Может, с небольшим ультрированием, но тем не менее, когда я начал его изучать, пробовал что-то писать, я понял, что на нем реально удобно и просто написать какие-то там вещи, и быстро получить результат. То есть вы буквально там быстренько, ну, за полчасика навояли какой-то проект, и кому-то что-то делать, что-то полезное. Вы не заморачиваетесь про конвертацию типов, про кучу всяких вещей, которые есть в некоторых других языках. Мне еще нравилось, что Python можно применять в нескольких сферах. Первое – это веб. Веб – это, наверное, такое сейчас очень популярное направление, да, то есть серверная часть для сайтов, которыми мы пользуемся. Второе – это скрипты для себя, когда ты хочешь что-то автоматизировать, что-то у себя обработать, какие-то тексты, что-то какие-то мелкие или не всегда мелкие тузы, то Python очень и очень даже подходит здесь. И третья сфера, которая сейчас очень сильно развивается и прям специалистов разбирается руками и ногами – это data science, то есть машина обучения, я думаю, вы уже наслышаны о том, как оно применяется, то есть определение изображений и так далее и подобное – это все data science, и поэтому там одна из, ну, наверное, основной язык, который используется там. Я также помню, как я был на конференции, где нам рассказывали про то, что ребята работали над анализом гравитационных волн, и показывали код, который был написан на Python и описывали, как они определяли, ловили эти частицы, которые, гравитоны, которые переносит волнены. И вот этот код на Python, он как бы был для меня еще таким интересным аргументом в сторону этого языка. В общем, можно выполнять, но насколько мне известно, что на Python есть для Python, наверное, есть много библиотек тоже, да, что как бы он очень популярен. Ну, если взглянуть на статистику сайта GitHub или Stack Overflow, то Python находится сейчас на втором языке популярности после JavaScript. Хитрый нюанс здесь в том, что JavaScript – это единственный язык для фронт-эн-разработки. Ну, есть еще TypeScript и какие-то вещи, но они все равно компилируются в JavaScript. Поэтому он занимает первое место, ну, просто потому, что у него в каком-то смысле нет конкурентов. Дальше идет Python, Java, другие языки, то есть он сейчас, скажем так, очень популярен. На Stack Overflow более миллиона вопросов с ответами по Python. Поэтому, ну, как-то так. Опять же, да, опять же, есть разные языки, разные технологии. Сказать, что Python лучше, чем Java или еще что-то и так далее, ну, не совсем корректно. Есть плюсы, есть минусы, но лично для меня он был таким, ну, интересным и гибким. А подскажи тогда, с чего, если вот мы определимся, да, я хочу изучать Python, например. С чего мне нужно начинать изучение? Есть разные варианты, на самом деле. Есть бесплатные туториалы, есть куча YouTube-видео. Намного эффективнее считаю, если это все-таки какой-то более-менее живой курс, когда человек, который сопровождает тебя в изучении языка, и он может ответить на вопросы. Это касается не только Python, это, в принципе, для любого языка, потому что, когда ты упираешься в какую-то проблему, это прям очень фрустрирует, ты не знаешь, что делать, ты тратишь несколько часов и так далее, на вещи, которые человек, какой-нибудь ментор или лектор, или тот, кто обучает, он может подсказать буквально, посмотрев полминуты и сориентировать, куда двигаться и так далее. Для меня это было прям вот таким очень некомфортным, когда я пытался изучать сам. То есть это, в принципе, возможно, да, и рано или поздно ты приходишь к результату. Ты изучаешь, есть форумы и так далее и так подобное. Вопрос в скорости и вопрос в комфорте. То есть ты хочешь получить результат буквально, допустим, через месяц и уже писать что-то свое, или штудировать форум, потому что какие-то непонятные вещи и так далее. И поэтому мой личный совет – это именно вот работать с человеком, который тебе на месте может подсказать, что и как, где. Созок, получается, начинать. С самого начала найти себе какого-то преподавателя хорошего. Да, это один момент. Второй момент – это сейчас экосистема программирования устроена так, что существует очень много open-source проектов. То есть проекты с открытым доступом, и ты можешь просто открыть на том же GitHub питоновские популярные проекты и посмотреть, как пишут код, ну, профессионалы, как пишут код библиотек, которым пользуются там тысячи, десятки тысяч людей. То есть как посмотреть стиль написания, посмотреть, как идет взаимодействие команд. И здесь мы подходим ко второму вопросу, что я считаю чуть ли не обязательной частью, что обучение программирования должно включать обучение работы в команде. Как работать с общим кодом, да, использовать гид, который является сейчас лидером для взаимодействия, для работы, взаимной работы в команде. Как вообще решать вопросы, распределять задачи, даже решать конфликт, договариваться и так далее. Это прям, ну, must have. То есть если вы рассматриваете работу в какой-то компании, то, очевидно, люди будут рассматриваться в так называемые soft skills. Как вы умеете взаимодействовать с другими людьми. И в моей карьере, когда мы собеседовали людей на позиции разработчиков, у нас было много раз, когда мы выбирали человека по личным качествам важнее, чем техническим. Да, человек что-то не знает, теряется, ни в чем-то не уверен и так далее, но когда ты видишь вот это внутреннее желание идти, изучать, пробовать, что человек адекватно относится к своим ошибкам, что он готов спрашивать совета, то мы понимаем, что у него есть будущее. Я знаю, что некоторые из таких людей дорастали до тимлида или техлида буквально за годика-полтора. Поэтому техническая сторона важна, но именно работать с людьми – это очень и очень важная часть. Очень важно, точно. Так, тогда так, мы поняли, что soft skills нам необходимы. А какие hard skills необходимы? Вот помимо Python? Не знаю, на Data Science я знаю, что нужно обязательно математику знать. Статистика, теория вероятности и все это остальное. А здесь? Я филолог вообще по образованию, могу я начать? Конечно. Ну, то есть, скажем так, для изучения программирования нужно почувствовать себе вот это желание что-то создавать и что-то конструировать, как будто с кубиков. Это креативность в том числе. Да, это креативность, и это вот как архитекторы создают здание, так же в каком-то смысле здесь. Создавать – это первый навык, второе – это копать. Копать и разбираться с проблемами, где у меня сидит вот эта злобная бага, которая там выскакивает один раз со ста, и которая там ломает и клиенты злые и так далее. То есть, если брать технические моменты, то первое – это учиться тренировать, понимать, как работает весь код, что с чем взаимодействует, где как работает, да, то есть, почему мы получаем такой результат, то есть, понимать, что стоит за тем или иными блоками, библиотеками, то есть, общее понимание архитектуры приложения. Начинается все с синтаксиса, да, то есть, понимание синтаксиса, как работает язык, что происходит, если я напишу print, когда я объявляю переменную, когда я использую условия, запускаю цикл, вызываю функцию, создаю классы, пользуюсь, как использоваться модулями и так далее. То есть, это основа основ, и чего бы мы не хотели дальше и не знали дальше без знания синтаксиса, – ну, мы никуда не продвинемся. То есть, это так же, как научиться ходить до того, как начинать бегать, прыгать или кататься на скейте. Вот, когда мы уже знаем основы, когда мы уже поняли, что мы можем написать какие-то базовые вещи, мы уже можем что-то понимать, мы уже конструируем что-то сложнее, чем три строки, мы начинаем… Нам нужно понемножку изучать вот это объединение, то, что я сказал перед этим, как компоненты объединяются между собой, как делать так, чтобы потом не сбудутся. Потому что то, что очень легко пишется вначале, если вы не писаете правильно, через некоторое время оно превращается в огромную путаницу, где неправильно названные перемены, не использованы паттерны, код слишком связан, код нет тестирован, да? Или когда программисты начинают писать в разных стилях, они не договорились, и получается вот такая мишанина. То есть, дальше понимание архитектуры. Ну, то есть, вот есть в двух словах, то архитектура приложения, как все взаимодействует, то есть, на высоком уровне понимать концепцию, что код – это зло, как я услышал одного человека, в плане, что… Чем меньше кода вы написали и выполнили задачу, тем при прочих равных лучше. То есть, если вы написали задачу, буквально пару срок, и вы написали код, и он выполняет задачу – отлично. То есть, чем больше кода, тем он, очевидно, сложнее. Как делать так, чтобы у вас было все хорошо, но вы оставались максимально просты, чтобы вы взяли разработчика со стороны, он пришел, посмотрел на ваш код, и ему стало – а, здесь понятно, ты здесь делаешь это, здесь делаешь это, здесь делаешь то. То есть, если просуммировать, то есть две части кода. Первая – это чисто техническое, правильное выполнение кода, чтобы у вас не лезли баги, чтобы у вас код выполнялся и делать то, что нужно. То есть, он делал свои задачи, он реагировал правильно на нестандартные ситуации, он делал это эффективно, допустим, быстро, он был расширяемым, и так далее, и тому подобное. Это техническая часть. Вот, а есть человеческая часть. Это означает, что насколько этот код другие программисты могут поддерживать, или вы можете поддерживать, да? То есть, насколько в нем просто разобраться, насколько в нем легко добавить какую-то часть. То есть, вещи, которые связаны с тем, что вы работаете с другими людьми, или вам нужно будет вернуться к вашему коду, или вам нужно будет присоединить какую-то библиотеку и так далее. То есть, вот эти вот две стороны. И о них не нужно забывать, и многие считают, что, ну, человеческая часть, ну, я там перемены не так назвал, я там функции не так... Ну, ничего такого, мне же все понятно. Но, когда вы потом возвращаетесь к своему же коду через полгода, и не можете разобраться, и беретесь за голову, то это... Ну, это грустно. Вот. То есть, есть какая-то общепринятая терминология, да, грубо говоря, а есть то, что привносят от себя программисты. И вот желательно использовать очень общепринятую терминологию. Да, а многие считают, что, типа, ну, там, какая разница, кто как называет, вот я называю так, он называет так, типа, от чего вы все паритесь. Но это вопрос эффективности взаимодействия. Когда вы говорите на одном языке, то вам становится намного понятнее. И когда я вижу код, в котором перемены названы Т1 или С, или К, или Ай, я такой... То есть, ну, блин, ну, елки-палки. Вот мне понравилось, что Илон Маск, насколько я слышал, в свое время выпустил такой мемо обязательства внутри своей компании не использовать аббревиатуры, которые вот не совсем очевидны. То есть, конечно, у них есть куча названий, компонент, двигатели, ракеты и так далее и тому подобное. И очень легко начать использовать какие-то сокращения. И он вывел прямой запрет. То есть, используйте полное название. Почему? Потому что всегда есть какие-то новички, всегда есть люди, которые перешли, которые занимались другими вещами. И это усложняет жизнь. На них кидается аббревиатурами, они не понимают, что к чему и так далее, и так подобное. И здесь что-то похожее. Я заметил, что многие профессионалы, они привыкли быть все равно понятными в плане объяснений. Они вроде бы знают настолько сложные вещи, что, когда я начинаю задумываться, у меня просто пухнет голова, но они тем не менее умеют донести свою мысль понятно так, чтобы, да, новичок мог понять. И он такой, ага, вот здесь все, я понял. И это важная часть, которую учишься постоянно. И как отдельным моментом, наверное, способность окружать себя людьми, которые умнее тебя, и чувствовать себя нормально в этом плане. Потому что хотелось бы, чтобы я был самый умный здесь. Но тогда ты перестаешь обучаться. Когда ты попадаешь в команду, да, когда у тебя профессионалы, и ты такой подхватываешь, о, можно так, можно это. Когда ты видишь, как человек использует там, бэш в линуксе или еще что-нибудь. Каждый день, когда ты чему-то учишься, для меня это был охрененный опыт. И поэтому все время вот ловить людей, которые заставят тебя краснеть из-за того, что ты что-то не знаешь, что ты где-то накосячил, что ты где-то сделал ошибки, и понимать, что здесь я стану лучше. Я, блин, вот не знаю, буду там материться, злиться и так далее, но вот я сегодня понял это, я сегодня понял то. И это классно, когда ты вот развиваешься, и вот этот вот, когда ты становишься лучше, и замечаешь в себе вот это вот, в этом удовольствии. Это вносится не только к программированию, да, скорее даже, когда ты офигенно водишь машину или что-то делаешь, да, вот когда ты чувствуешь себя сильным, лучшим в чем-то других, это вот создает какую-то гордость для себя. Мне бывает грустно, когда я понимаю, что люди идут в какую-то профессию чисто ради заработка денег. И это, в принципе, хорошая цель, но с такой мотивацией, мне кажется, люди не очень сильно будут продвигаться вперед и стать профессионалом намного сложнее. Мне нравится, когда люди хотят вот стремятся и получают удовольствие в том, что они вот становятся в чем-то сильными, да, и вот те профессии, которые я назвал, и куча разных других. Когда ты в чем-то становишься хорош, ты получаешь удовольствие именно от этого, и оказывается, что растут твои результаты, растет узнаваемость, растет репутация, начинают рекрутеры бомбить в скайпе и предлагают разные интересные проекты, и, ну, это классно, это классно, но это путь. Здесь нет конечного результата, ты не можешь прийти и стать одним из лучших. Даже Гвидон Росум, который начинал, ну, разрабатывал язык Python, он все равно продолжал развиваться и менять себя и так далее, и так подобное. Поэтому нет пути совершенства, есть просто путь, путь, по которому ты двигаешься. Подскажи, а если, например, посещение конференции, это на начальном этапе вообще подойдет? Я бы сказал, лучше нет. Если вы не общаетесь с людьми, которые посещают конференции с вами, то вы прожарили время зря. Есть доклады, и это, в принципе, интересно, это, в принципе, прикольные, можно задать вопросы, но информацию вы можете получить в интернете, есть YouTube-ролики, есть записи конференций и так далее. И сила в конференциях, это если вы лично можете спросить человека мнение. То есть, это возможность пообщаться с людьми, которые, опять же, специалисты или профессионалы в своем деле, и это, наверное, около единственное, что стоит оттуда брать. Если вы просто пришли послушать доклад, ну, откройте Medium или еще какие-то сайты, где часто пишут на технические темы и все. То есть, это и ловите взгляд, ну, вот, мне кажется, основная ошибка людей, которые чему-то учатся, они смотрят на обучение как на алгоритм. В плане алгоритм, как мне сделать, решить эту задачу, как мне решить ту задачу. пятое, десятое, да, то есть, какие классы мне нужно сформировать, какие функции использовать и так далее, и так далее, я бы советовал, когда вы учитесь чему-то, в частности, программирование, это перехватывать стиль мышления человека. На что профессионал обращает внимание? О чем он думает? То есть, какие решения он принимает? Что он учитывает? Здесь в сфере очень много нюансов, которые неочевидны, да, смотреть вывод команды, всматриваться в код ошибки, там, ну, вывод ошибки и так далее. То есть, какие-то вроде бы как мелочи, но они часто дают ответ на вопрос. И мало кто об этом говорит, но опять же, если взять какого-нибудь профессионального разработчика и забрать у него все знания просто о техническом языке, то есть о синтаксе и так далее, то он станет профессионалом в каком-то языке или ему сказать, что вот теперь тебе нужно выучить там новый язык, который не очень похож на тот, который ты используешь сейчас. То он станет профессионалом через там максимум годик, просто потому, что у него сформирован определенный тип мышления, будет знать куда смотреть, он будет знать что учитывать, он будет знать как собирать информацию, как ее обрабатывать, как ее организовывать и так далее, и так далее, а все остальное оно придет. И поэтому, когда вы сталкиваетесь с людьми, которые вы считаете достигли многого, то расспрашивайте, как он принимает решения и подлавливайте вот этот паттерн, вот эти моменты это и считают таким самым важным. Вот. А для всего остального есть интернет. Есть интернет. Уже мы несколько таких роликов записали, и вот основной месседж это то, что Google лучший друг везде и во все. Так что есть интернет. Google и даже Stack Overflow я бы сказал. Да, да, да. Все вместе, все World Wide Wack. По моему опыту при работе с учениками я понял, что один момент, который они часто упускают, они фокусируются только на Google, только на поиске проблем и все. То есть, ребята, не забывайте, есть телеграм-каналы там попают для новичков или для продвинутых. Есть телеграм-канал по разработке там, не знаю, под телеграм-каналы или ВКонтакте. Есть форумы, на которых можно задать вопрос, потому что не всегда можно найти ответ. И мне грустно, когда люди не пользуются вот этой возможности. Да, то есть, вот просто загуглил, не нашел ответ и все, да. То есть, вокруг вас есть люди, которые с удовольствием вам помогут и ответят на вопросы, если вам нужно. Поэтому и многим даже приятно, когда к ним обращаются за помощью. Поэтому старайтесь использовать, будьте благодарны, но как бы в мире намного больше возможностей, ресурсов, получите информацию, помощь, чем это может казаться на первый взгляд. Не стесняйтесь спрашивать. Если человек занят, он просто ответит, занят, но это просто огромный ресурс. Поэтому вот. понятно. Понятно. Ну, спасибо большое. Какое у тебя будет, не знаю, напутствие для тех, кто все-таки решит определить Python? Или что нужно любить, чтобы вот выбрать Python как свой, не знаю, первоначальный язык программирование? Первое, настройтесь экспериментировать, настройтесь на состояние, что нет ошибок. Знаете, как маленькие дети, которые учатся ходить, учатся кататься на велосипеде, учатся плавать, да? Когда вы, если вы катались на велосипеде, вы падали, ну что, это же не трагедия, боже, я упал, ошибка, я неправильно крутил педали, да? Или вы упали, потерли коленки, да, встали, так, все, я сейчас вот качусь, прокачусь еще 100 метров, и вот это вот удовольствие, когда вы начинаете ездить, у вас все получается, вот ловите это состояние. Состояние игры, состояние упал, поднялся, попробовал иначе, состояние вот этой злобной, я тебя, я с тобой разберусь, у меня получится, я не сдамся. Вот настроение, оно создает сразу большой процент успеха. И даже Том Робинс в одном своем видео рассказывал, что 80% успеха, 80% это психология, и 20% это аналоги, поэтому хороший настрой, настрой, что я буду играть, не именно серьезно, вот мне нужно изучить, я буду играть, я буду экспериментировать и так далее, это один из моментов, с которым стоит. Получает удовольствие, да? Да. И Питон позволяет экспериментировать, и много у Питона, Питон очень гибкий, у него есть куча возможностей, поэтому выбирая его, вы прям сможете создавать самые разнообразные вещи. А второе, подмечать свои успехи, потому что вначале будет казаться, вот есть вещи, которые создают крупные разработчики, есть Facebook, есть Google, и так далее, вот вы написали какой-то примитивный сайт или программку, вам кажется, что это ничего, ничего, но сравнивайте себя с собой вчерашним, с собой неделю назад, с собой месяц назад, отмечайте, чему я научился вчера, и это будет добавлять вам мотивацию, когда вы заметите, что вы каждый день прогрессируете, что вы выучили что-то еще, вы поймете, что вы двигаетесь, двигаетесь быстрее, чем вы думали, и это важный момент. Третий, всегда будьте готовы к новому, всегда будьте готовы, что вы, кажется, что вы ошибались, что вы неправильно думаете, всегда будьте готовы признать, что вы в чем-то неправы, и рассмотреть альтернативные версии. Это помогает двигаться дальше. И четвертое, найдите команду, с которыми будет интересно попробовать писать какой-то проект, что-то вместе. Это намного прикольнее, когда вы чувствуете себя частью чего-то большего, вы вносите свой вклад, вы поддерживаете других, вы помогаете, и другие помогают вам. Я думаю, что комбинация вот этих вещей намного упрощает вам вход в программирование, в мир IT и так далее. Точно. Ну, мне было очень интересно, спасибо большое. я думаю, что и всем нашим слушателям, и видео-слушателям тоже будет очень интересно, и мы, мне кажется, разложили по полочкам некоторые вещи, которые иногда вызывают сомнения у начинающих. спасибо тебе, Витас, за такую возможность на самом деле. Мне кажется, что вещи, которые не очевидны, о них стоит рассказывать, потому что они совершенно меняют подход. Да, это точно. Так что, спасибо, что согласился, что пришел, потратил время, и время важный, ценный ресурс. Я думаю, что мы поможем еще многим такими подкастами. Да. Ну, тогда что я могу пожелать? Успехов, удачи, и не забывайте подниматься и двигаться дальше. Нет ошибок, есть только обучение. Супер. Все, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok